Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, это все болото, оно тянется туда И вот так целый день Так целый день Субтитры делал DimaTorzok Хорошенькую найти Ягоды ее действительно очень много, но нужно уметь ее найти, потому что она прячется. И особенно, конечно, тяжело приходится тем, кто собирает ее руками, потому что нужно присесть, найти, достать ее. Но тогда ягоду можно собрать чистую, сразу без мха, и стоит она, конечно, в несколько раз дороже. Главное, спичек брать с собой, чтобы вот так вот в необходимом месте разжечь костер. Самое главное, костер, а поесть ягоды много. А уехать не хотелось вам отсюда? Ой, не поверите, мы уезжали уже три раза отсюда, вы и назад возвращались. Почему? Да, как-то тут уже привыкли, и это... Нравится? Давно уже тут. Ее по тонким слоям рассыпаешь, и она не горит, и то есть может долго стоять. Иди, принимай! Так, 15600. У нас получается 1485. Но это нормальная цена, да? Да, это хорошая цена. В том году клюквы вообще не было. А сколько вообще получается вот так зарабатывать нормальной семье, которая собирает дикоросы? Мы вот вдвоем, мы вот с мужем с моим, мы заработали вот в общей сумме, я вам скажу, ну тысяч 40-45 где-то. Это за лето? Это за лето, да. В деревне-то хватает. Это, как говорится, нормальная заработка у нас. Замораживаем продукцию. Гриб. Боровой и лесовой гриб с коричневой шляпкой, элитный. Ну вообще ценится мелкий. Ценится мелкий, да? Конечно. А он и для ресторанов идет, они могут закупать просто вот так замороженные. Да, мы работаем с рестораном. Как урожай вообще в этом году? Ну, честно говоря, не очень. Бывали годы и получше. Да? Да. Если взять, например, чернику, то вообще очень плохой урожай. А клюкву почем закупаете? На сегодняшний день закупочная цена здесь на месте 100 рублей килограмм. А та, которая, ну скажем, еще не дозрела, вот ее собрали, она вот такая? Она доспевает. Она доспевает же, да? То есть вот клюква такая ягода, которая доспевает. Но вообще на экспорт много идет? Да, сейчас в связи со скачком курса становится выгодно работать с Россией. Приезжают иностранцы. Лисичку вот, например, в Литву много отправляют. Она через Литву идет в Европу. Ваша лисичка? Наша лисичка, да. А получается для них это дешево по нынешнему курсу? По нынешнему? И вам приходится все равно дешево отдавать? Ну, по тем ценам, которые у вас есть. Да. Вы от курса не зависите, не поднимаете? Здесь, да, курс не влияет. А вообще сложнее сейчас стало заниматься бизнесом? Или наоборот, может быть, попроще стало, потому что санкции есть и наоборот все стали местные покупать, закупать и поддерживать? В этом ключе, да. Да, сейчас наоборот, я считаю, что намного интереснее и выгоднее становится заниматься вот в рамках России, да. Потому что много ниш освобождается. Та же, например, брусника, ее поставляли с Китая. Китайцы научились культивировать бруснику. Вот, клюкву пока, не знаю, умеют они, нет. А брусника частично шла китайская. Ну, сами понимаете, качеством она выступает намного. Больше всего, конечно, ценится наша сибирская ягода. Ну, вы знаете, в ней намного больше вот всех вот этих витаминов, веществ. Плюс к тому, да, это экологически чистые места. Ну, тяжелый труд, да, вот у людей, которые этим занимаются? Да, конечно. Альтернативы, к сожалению, у некоторых нет. Потому что больше вообще не на чем здесь заработать. Ну да, в некоторых деревнях вообще работы нет. Совершенно. Это единственное, что их формит во всех смыслах. Да, лес. Получается, что в некоторых деревнях, кроме как лесом, заработать на жизнь больше нечем. Люди занимаются только ягодами, грибами. Орех кетровый. Но проблема все равно забрать у людей это все и вывезти, если дороги плохие. Вот вы говорите, куда-то вообще только попереправить, да, можно? Где-то попереправить, где-то на вездеходах. Такие, как Францево, например. В этом году ездили там забирать сухой гриб, порвали три троса, тащили нас уралами. Это вот, чтобы вывести оттуда гриб. Чтобы вывести гриб, да. Гриб. Сушеный. Раньше это все было. Леспромхозы были, и была работа. И люди в основном ягоду брали так, для себя, для собственных нужд. А потом уже, когда с работой похуже стало, начали заниматься этим профессионально. Из нуждей больше. Из нужды, да. Из нужды, да. Ну и в том числе не было таких, как мы, которые обеспечивают это вот вино промежуточное по доставке, да? Ходили, сдавали там где-то. На ЖД продавали там бедрами на вагонах. Не стоит. Хорошо. Хорошо а мне? Продолжение следует...